Вопрос по вашему похищению. Почему вы думаете, что Семенченко к нему не причастен? Ну, первое. Похищали, удерживали люди из его личной охраны. Это те люди, которые его охраняли. Как их позывные? Ну, я тут связан все-таки... Тайное следствие? Да. А, хорошо. А сколько их тогда? До десятка. Ого. Практические отделения. Хорошо. А как они объясняли цели их действий? Претензии к вам? Изначально требовали просто... Да ничего не объясняли. Требовали признаться в том, что я слил базу. После месяца, значит, вот этих вот продолжающихся попыток получить от меня это, мне сказали, ну, мы видим, что мы уже там все расследовали, ты не сливал базу. В Киеве уже арестованы два исполнителя. Ну, как эту ложь, просто ложь, которая, ну, по факту оказалась ложью. Ну, да. Ты уже неподозреваемый в сливе базы, но тебе в Киев нельзя, и поэтому мы тебя теперь будем еще держать. Отношение в этом плане не изменилось. Меня так как связывали, так и связывали. То есть это просто было... А сколько по времени вы в связанном состоянии находились? Месяц. Месяц вообще постоянно связан? И руки, и ноги? И руки, и ноги. Ну, как бы там были периоды, когда развязывали, чтобы покушать. Раз в три дня давали покушать. Раз в три дня. Одну тарелку. Вот. Месяц я был, ну, я просидел на стуле. То есть я не лежал, не ходил. Просто на стуле один месяц. Привязан к месту? Привязан к месту. А как происходило похищение? Заблокировали машину двумя другими машинами. Тоже нельзя называть как-то? Ну, как бы, да. Так. Значит, это изначально охрана Семеновна Семеновича. Причем достаточно привязок этих людей, всех и каждого, именно к нему. К нему лично. Это первое. Второе. У всех этих людей не было против меня никаких... Мы даже не знали другого. То есть у них не могло быть личных мотивов. Безусловно. Вот. Это второе. Третье. Это все события, связанные с тем, как здесь подавалась ситуация Семеновна. Как он обвинял меня в том, что я слил базу. И что он заинтересован в том, чтобы меня нашли самый первый. И так дальше, и так дальше. То есть он лично участвовал в этой ситуации. Скажу так, информационное прикрытие здесь производилось им лично. Им лично, я знаю. И, безусловно... Я помню, как он маму вашу оскорблял и говорил маме, что предатель, негодяй, подлец, ваш сын. То есть... Дискредитация была полная. Есть еще целый ряд доказательств, которые... Ну, они опять-таки не в деле лежат. Мы... Он с ними познакомится в свое время. Как только там изъявят желания. Ну... Их достаточно. А был он по делу о вашем похищении и допрошении? Нет. Под сервитом. Даже не было. Завал. Ну, тогда расследование толком не ведется, нужно сказать. Ээээ... Согласен. А те, кто похищал, они были допросы? Нет. Тогда с инстрией не собираются наказывать похитителей. Хорошо. А кто вас освободил? МВД, плюс добровольцы батальона АЗУ, которых они взяли с собой, как бы все их подклепления. Но это МВД. Это было бескровное освобождение? Да. Где вы содержались в это время? В зоне АТО. Конкретнее. Тоже тайна следствия. Ну. Я знаю, что в районе Волноваки на даче Ширы. Это знают все. В тех районах. На даче Ширы? Эээ... Ну, да, скорее всего. И... Эээ... Сколько всего вы в плену провели в общей сложности? Без двух дней и три месяца. Еще вопрос. Вас планировали там убить, по моим данным? Судя по тому, что они изображали, как вы на охоте находитесь. Да, я как бы... Ну, я разделяю такое мнение, что все шло к этому. Вот ваши аргументы? Ээ... Ну, у меня больше аргументов связаны с тем, как я оцениваю ситуацию уже отсюда, будучи освобожденным. Я вижу, что у него не было, скажем так, эээ... Что Семенченко требовалось объяснение, каким образом эээ... Я оказался... Ну, скажем так, надо было найти тело, чтобы уже там, как бы, делок закрывать. Ага. Ну, и мне... И нельзя было меня же его назад возвращать сюда. Потому что тогда бы ситуация, ну, как бы он бы ее не контролировал. Соответственно, эээ... Готовили убийство, но под благовидным так называемым предлогом, вот это вот, эээ... Вот это вот, эээ... То есть, эээ... Смерть на охоте. То ли самострел, то ли, там, какой-то несчастный случай другого рода. Ну, вот. То есть, эээ... В последние дни это уже, ну, как бы я и оттуда мог сказать... Было видно, что обстановка накалялась, да? Накалилась, да. Ну, где-то там уже последние сутки, полтора, вот так. Как это выглядело? В чем выражалось? И дело в том, что у нас ведь там игра была, как бы, эээ... Ну, все это... Всему это вранье. Так вот, эээ... Они... Эээ... Ну, как бы, они записали со мной, там, два видео. Насколько я помню, два. Ну, то есть, могли энное раз количество их записывать и... Там, без моего ведома, там, когда я ходил. Ну, то есть, записывать в тайную. Вот. Но... На этих видео они хотели, чтобы я... Эээ... Каким-то образом их выгородил, ну, как бы, по итогу. А я им этого не давал и не дал. То есть, я на этих видео не сказал такие вещи, которые они могут сегодня использовать, ээ... Против меня или, там, свое... Эээ... Оправдание. Так вот, эээ... Практически, там, за день до... Моего освобождения, мне было сказано, что нужно записать еще одно видео. И... Ну, как бы, судя по тону и вообще по... Ну, по... Там, скажем, по... Вот этому... Ну, не нахалу, но... По поведению, да, этих людей. Было видно, что они очень серьезно... Ну, как бы, настроены на то, чтобы в этом видео уже в конце концов я все им сказал так, как они хотят. Потому что я им не давал то, что они... Меня просили. Они, в свою очередь, не могли... Эээ... Или считали, что они могли меня, эээ... Сказать так, угрозами... Вынудить сказать это. То есть, они игрались в то, что вроде бы... Вроде бы как... Вроде бы как верят. Ну, а смысл какой? Показать, что вам доверят, что вы попытались типа убежать или что? Эээ... Эээ... Показать потом... Вот приехать и вам показать видео, что вот человек... Сидел довольный... Да, да, да. Говорит, что вот он сидит, у него все нормально, он там... Доволен.